Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei, урок номер 133. В этом уроке я хочу показать интересный рейтинг для сайтов, у кого установлен форум Kunena. Возможно, вам это будет интересно. Вы уже, наверное, часто видели, что у пользователей здесь есть такой некий ранг, который располагается чуть ниже имени. Скажем, вот здесь у меня есть пользователь, новый участник и у него ранг вот небольшой, да, таки синий кругляша. А у меня у администратора показаны красные и они все, так сказать, закрашены. Так вот, я хочу в этом уроке показать даже не плагин, а просто набор готовых уже картинок на замену вот этих вот стандартных, да. Вот небольшая превьюшка. Какие есть варианты? Есть варианты такие вот оранжевые звездочки, есть синие более меньшего размера, закрашенные и есть просто как бар, прогресс бар. То есть вот так вот рейтинг показан. Данный архивчик с нашими картинками вы сможете скачать на моем сайте, а ссылочка будет в описании прямо под этим видео. Вам нужно этот архив распаковать. Вот он, вы его распаковываете, открываете эту папку и вот здесь будет у вас несколько рангов. То есть вы можете просто открыть первый, зайти еще раз и вот мы видим просто по картиночкам, да, что это у нас будет такой прогресс бар. То есть вы просто выбираете из трех то, что вам больше нравится или то, что вам подходит больше по дизайну. Здесь, например, звезды и сейчас вы видите, что у меня стандартные стоят на моем сайте fedorvasilev.ru. Я хочу заменить на вот этот ранг старт 2. Вот видите, здесь такие синенькие. Они мне больше подходят по дизайну. У меня такой голубой, светло-голубой дизайн сайта, поэтому я считаю, что эти мне больше подойдут. И давайте их заменим. Как их заменить? Нам нужно пройти в корень нашего сайта. Вы это можете сделать через панель хостинга, либо воспользоваться каким-то ftp-клиентом. Я буду использовать бесплатный клиент файл зилла. Я уже зашел в корень сайта. То есть вы тоже проделаете это у себя. И вам у Joomla нужно найти папку media. Зайти туда. Дальше найти папку kunena. Заходим в kunena. Дальше мы находим с вами папку ranks. Заходим в нее. И по сути здесь все наши изображения. Открываем папку с нашими картинками. Выделяем. И я просто мышкой перетаскиваю в эту область. Закачиваю эти картинки туда. У нас всплывет окно, так как у нас имеется одинаковое название у картинок. Нам нужно это все заменить. Мы ставим вот здесь вот галочку. Всегда используют это действие. А здесь точка стоит наверху. Перезаписать. И нажимаем ok. По сути все. У нас все готово. Давайте обновим страницу и посмотрим. Переходим на сайт. Обновляем страницу. И у нас ничего не происходит. Потому что у нас задействуются скорее всего куки браузера. Можно почистить куки или зайти с другого браузера. Давайте попробуем зайти с другого браузера. Итак, я зашел с хрома. Тоже у нас ничего не изменилось. Давайте попробуем почистить куки. Очистить историю. Пробуем еще раз. И вы видите, да? Звездочки поменялись. Вот под администратором это видно. И в принципе видно под пользователем Den. Вот у него одна синяя звездочка. Да, такая? То есть это уже смотрится так симпатично и немножко освежили наш форум. В вашем рабочем браузере куки браузера они периодически обновляются. То есть изменения они вступят в силу. То есть это скорее всего не видите только вы. У других пользователей также все будет смотреться нормально. Но у них тоже могут быть куки. И там я не знаю какая периодичность чистки идет. Но в общем это все чистится по-моему раз в сутки. И эти звездочки будут видны. Самое главное у нас все получилось и они у нас работают. На этом я урок заканчиваю. Такой небольшой коротенький полезный урок получился. Если для вас это было интересно, поддержите меня пожалуйста лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. Три года на рынке. Молодой хостинг это очень важно. Онлайн поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. Три месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok